Так, начинаем наш ежедневный обзор, господа, был рубль. Ну, сегодня выпуск будет короткий. В принципе, абсолютно все события, которые сегодня, скажем, происходили, были абсолютно прогнозируемы. Я вам сразу сказал, что заявки по особе безработицы, они, конечно, могут оказать влияние, но вряд ли очень сильное. Так как все-таки впереди индекс цен производителей. Это самое главное событие, которое, собственно говоря, и может реально завтра дать возможность по рублю либо укрепиться в район... Так, простите, у нас тут евро. Секундочку. Так, вот смотрите. Значит, может укрепиться за 63, попытаться, да, и тестировать 63,50. Вот этот вариант завтра, в принципе, возможен, если индекс цен производителей выйдет, допустим, достаточно растущим. То есть, если вероятность повышения ставки резко вырастет, и, соответственно, грубо говоря, риски инфляции будут повышаться, то тогда вот мы можем увидеть такое укрепление по доллару в район 63,63,50. Выше, опять же говорю, скорее всего, вряд ли. Но давайте пробежим быстро, что у нас сегодня было. Значит, смотрите. По облигациям сегодня динамика была довольно смешанная. Немножко приподнялись. В принципе, до этого был небольшой откат. То есть, все, в принципе, застыли в ожидании, естественно, завтрашних данных. 4,31, значит, по десятилеткам. 3,48, почти 3,5. Здесь тоже, в принципе, тоже момент сейчас чистого воды ожидания. Но видим, что, несмотря на это, они все-таки стараются именно повышаться, а не продолжать падать. И перед решением по ситуации с индексом цен производителей, то есть данными по инфляции, все-таки, скажем так, сейчас происходит именно ожидательный рендж именно с повышением наверх. Более того, господа, сегодня вышли заявки по пособию по безработице. И они, в принципе, показали, что заявки выросли, но несущественно. И вот насчет рецессии, кстати говоря, сегодня я прочитал одну очень-очень хорошую фразу. Мне она очень понравилась. Я считаю, это лучшее, наверное, олицетворение того, что произошло буквально за эти пару дней. Это была фраза, звучала так, что бычий, так сказать, тренд на рынке США остановила болтовня о рецессии. Это вот ровно то, о чем я вам говорил. Что вся вот эта ситуация с рецессией, там некоторые писали в комментариях, рецессии идет давно, пятая, десятая. Это все болтовня о рецессии. По факту она еще, как таковая, нигде в Америке, я имею в виду, не наступила. Да, риски ее, безусловно, появляются, потому что ставка продолжает расти. Ну и смотрите, что у нас происходило. Индекс доллара в итоге немножечко ослаб, потому что пособия выросли несущественно. Но в целом они как бы показывают тоже, что есть возможность повышения рецессии, но, с другой стороны, снижает риски повышения ставки. И вот в этой ситуации мы видим, что индекс доллара немного ослаб. По нефти, господа. Нефть у нас, в принципе, снижалась буквально совсем немного. То есть 78, вот мы видим, откатились практически на 76. Вот если здесь посмотреть, 76,5. Здесь вот как раз очень сильный уровень поддержки. И, значит, здесь ситуация следующая. Во-первых, все-таки Сен-Зимпин поехал в Саудовскую Аравию, да. И там неизвестно тоже, какие будут договоренности. Все это тоже начинают уже, естественно, принимать во внимание. Более того, господа, вот сегодня как раз я также нашел информацию, которую я вам говорил, про которую я вам говорил, вот свою, так сказать, теорию. Байден как раз сейчас думает о том, что пора заполнять уже хранилище по нефти. Или цену можно сбить еще ниже. И вот, в принципе, это все говорит о том, что, конечно же, сейчас произойдет зона покупателей, и нефть резко может развернуться. Это надо четко понимать. Поэтому вот эта вся ситуация с рецессией, она была сейчас вывенита для того, чтобы, конечно, цены на нефть максимально постараться опустить. И какое-то время, возможно, даже попытаться поддержать. Потолок этот цен на нефть тоже пока еще непонятно, какой произведет эффект. Уже начались проблемы с танкерами, они там стали уже в пробке вставать. Турция неплохо в этом плане помогает, тоже работает. Как говорится, запрещает проходить, если там нет страховки и так далее. Ну, в общем, этот геморрой, как говорится, начинает, по большому счету, создаваться, можно сказать, на ровном месте. И создавая тем самым, опять же, вероятность того, что нефть просто перестанет поступать в том количестве и так быстро, как, собственно говоря, хотелось бы. И это, естественно, может привести к росту цен на нефть. Поэтому, в принципе, еще раз напоминаю, основные события у нас, естественно, на следующей неделе. Заседание поставки ФРС, индекс цен потребителей. Естественно, это те данные по инфляции, как раз которые выйдут перед заседанием по ФРС поставки во вторник. Ну, и, конечно, преддверии вот этих именно индекс цен потребителей, мы ждем индекс цен производителя, потому что они покажут, собственно говоря, какие могут быть индекс цен потребителей. То есть, насколько инфляция все-таки для самопроизводства снижается или, наоборот, растет. Поэтому, естественно, сильной динамики мы сегодня не видели. Да, приняли во внимание эти заявки, по сути, по безработице. Нефть, мы видели, тоже достаточно, фактически пришла на свое локальное дно, и в любой момент может быть отскок. Ну, и вот, собственно говоря, завтра мы как раз можем ожидать какую-то динамику, но еще раз говорю, крайне маловероятно, что мы в итоге уйдем за 63. Протестировать можем, даже 63.50, но закрытие, скорее всего, будет все равно тоже в районе 63. В принципе, на сегодня, господа, ну, вот еще по юаню пробежимся, да, здесь тоже как бы история, но я вам сразу сказал, что будет откат, скорее всего, что девятку мы выше пробивать пока не будем. И это вполне логично, ну, потому что надо понимать, что сейчас, конечно, во-первых, Синдзибин находится в Саудовской Аравии, да, и там тоже как бы оттуда информация приходит, она тоже влияет, естественно, на курс юаня. Более того, Китай заявил, в принципе, о снятии мер, продолжении снятия мер по ковиду, это тоже, безусловно, является позитивным. Есть уже даже информация, что вроде как, ну, скажем так, Елен заявила, что она, возможно, поедет как раз в Китай скоро. Она как бы заявила так, что очень так обтекаемо, что она как бы в планах это не имела, но она всегда к этому открыта. Фактически Китай является одним из самых крупных кредиторов для США, и как раз там вопросы по поводу долга, между прочим. А мы знаем, что сейчас ситуация, на самом деле, в Америке складывается очень нехорошая с точки зрения их облигаций. Собственно говоря, спрос на них упал очень сильно, и их это очень беспокоит. И, конечно же, как Китай, как был в свое время один из самых крупных держателей госдолга США, ну, собственно говоря, как я понял, как раз они едут решать этот вопрос, потому что Китай очень много тогда избавлялся от него, особенно после ситуации, когда России продемонстрировали, как можно, собственно говоря, просто забрать их за валютные резервы. Более того, мы знаем, что Китай провел даже стрессовые тесты тех санкций, которые были проведены против России, и они проверяли, насколько их экономика может выдержать такое давление, как, собственно говоря, произошло с Россией. Поэтому, еще раз говорю, по поводу Юаня, ситуация очень пока тоже нестабильна. Конечно, он пока выглядит более сильным. Понятно, рубль ослабляется у нас, и в целом, как бы, вот эта ковидная тема, она тоже ему дает поддержку. Ситуация с тем, что все-таки акции китайские тоже не делистины, в итоге не проводятся делистины, и с Америкой вроде бы отношения у них опять налаживаются, скажем, в той мере, в которой устраивать тех же инвесторов. И в данной ситуации, как бы, поэтому есть вероятность, что он может еще продолжать укрепляться, но я думаю, все-таки это будет крайне уже слабо, крайне будет медленно. Все будет зависеть, конечно, от ситуации, которая, например, придет информация с того же, простите, где вот находится сейчас Индзимпин, оттуда тоже будут утечки, наверняка на это тоже может влиять. Ну и понятное дело, что сейчас все находятся в ожидании чего? Индекса цен производства, понятное дело, в США. Поэтому здесь такая пауза, мы видим, что доллар-рубль завис немного в таком положении ожидания, да, вот мы 62.70, я вам говорил, что скорее всего может быть отход на 62.50, так оно и произошло, ну и в принципе закрепляемся все равно выше 62.50, что в очередной раз нам намекает, что на 61 мы все-таки, как говорится, не собираемся опускаться. Ну и по Иоанне такая же история, то есть он тоже пока взял паузу, но продолжение укрепления может быть. Надо будет посмотреть, понаблюдать, все равно я думаю, там выше 9.3, это, наверное, вообще, наверное, будет пока предел, но в целом я думаю, что он и за 9.5, и 0.5-то вряд ли, наверное, пройдет, есть вероятность, что вообще будет откат 8.9, или 8.8, вот сюда. Ну, опять же, все зависит сейчас от ситуации, которая будет развиваться, прежде всего сейчас в геополитике. В самом Китае тоже ситуация постоянно динамическая, поэтому это надо учитывать. Так что, в принципе, господа, на все вопросы, считай, ответил, по Иоанне поговорили, по американскому рынку, так чисто пробегу и скажу, что вот он, в принципе, был пробой в сторону 3.920, пытались сегодня туда провести, не получилось, естественно, в итоге S&P восстановил 960, но на самом деле грань очень тонкая, и это все перед тем, как раз, когда выйдут данные по цен производителей, и есть вероятность, что если будет негативно, то пробьем 920, можем идти на 880, и наоборот, если будет позитивно, можем подняться на 980, но вряд ли выше 4000. Вот такая примерно картина получается, еще раз напоминаю, завтра у нас будет пятница, господа, подведем итоги, фактически, этой недели, посмотрим, скажем так, где мы в итоге ее закончим, видно, что в принципе мы сейчас от недели к неделе все выше и выше по курсу доллар-рубля, но еще раз говорю, там, скорее всего, на этом скоро остановка наступит, поэтому высокого курса я все равно пока не жду, посмотрим, как отработает, скажем так, индекс цен производства, ну и, соответственно, ждем, конечно, что будет потом со ставкой ФРС, насколько они смогут еще больше укрепить доллар, так что в целом это уже будем смотреть в воскресенье, там будет новая у нас неделя, новые события, но уже, как говорится, предвосхищая, понятно, вот эти два позиции, две вот эти ситуации, два вот этих событий, они будут основные, так что в принципе есть, что будет подождать, в пятницу подведем итоги, в воскресенье сделаю новый обзор, так что те, кто интересуется не только курсом доллар-рубля, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трейдер Клаб Трейд Аналитикс, можете также поучаствовать там в прямых эфирах, у нас они там тоже каждый день проходят, вот, ну и на этом тогда, господа, заканчиваю, подписывайтесь, следите за нами и будьте в курсе. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,